В эфире Мир Компьютерных Игр. Поприветствую всех вас, наших телезрителей. Ну, начнем. Как и обычно, открывает программу рубрика «Двое». Для проведения рубрики «Двое» из нашей студии перенесемся на проспект Мира. И у нас изменения. Отныне мы будем снимать эту рубрику в магазине «Сплав 21 век» на Мира 3411. Так что сам процесс съемок теперь можно и понаблюдать в четверг в 15.00. И здесь же мы, возможно, будем и отбирать участников наших виртуальных сражений. А вот и эти два симпатичных компьютерных столика, за которыми теперь и будут встречаться наши герои. Приоткрою тайну. Возможно, падет монополия PC. И в одной из программ мы будем предлагать на выбор. Играть либо за PC, либо за PlayStation 2. Кто же откроет серию игр на новом месте? Итак, впервые мы снимаем здесь, в магазине на проспекте Мира. И Дима и Сережа первооткрыватели. Ну, Дима, наверное, помните, недавно участвовал. Сережа, что вкусно? РПГ, стратегии, КС. Дим, напомни. Футбол. Ну, спорт вообще. Спорт, да? Ну, давайте сегодня-то гонки устроим. Годится? Давайте. Ну, что ж. Поехали. Мы на мониторе Сергея находимся. Он чуть-чуть впереди на своем Ford Focus. Нет, нет, сглазил. Дима вырывается вперед. У него Peugeot 206. Хотя вот заносит и... Сережа вышел вперед. Мы по-прежнему на его мониторе. Как обычно, оператор нам будет показывать то один, то другой монитор. И мы на мониторе победителя. И вот перешли на монитор Димы. Он чуть-чуть отстает, буквально на несколько метров. Нет, вот такой разворот. Ну, и, конечно, я должен сказать, что мы впервые играем в Колин Макрей Ралли. Вторая часть. И Дима проигрывает, пока мы на его мониторе. Еще раз напомню, у него Peugeot 206. Вот в такой раскраске. Переходим на монитор Сережи. Он у нас лидер. Едем три круга. На тренировках показали ребята равную игру. То есть один заезд выиграл Сережа, другой заезд выиграл Дима. Ну, сейчас Сергей лидирует. Круг проходится примерно секунд за 50. Поэтому можно спрогнозировать, что полтрассы мы, наверное, уже проехали. Да, тяжеловато справляться с фокусом. Разумеется, спортивной модификацией. Но Димы на хвосте не видать. Поэтому Сережа у нас единоличный лидер. Перейдем на монитор Димы. Как у него дела? Да, не видать Сергея. Отстает. Отстает над своим 206 Peugeot у нас Дима. Ну что ж, вся надежда на то, что у Сергея будет какая-нибудь неприятность. То есть авария или что-нибудь в этом роде. Им можно сэкономить несколько секунд и догнать. Ну что ж, мы перешли на монитор победителя. Сергея, точнее лидера и все-таки, наверное, победителя. Потому что осталось ехать буквально несколько секунд. Сережа уже приловщился. И вот неплохо проходят повороты. Димы на хвосте не видать. Он уже не торопится. И вписывается в повороты. Фактически не хватает обочин. Ну что ж, скоро ли там линия финиша? По времени должны уже приехать. Ну вот, неудачно провален поворот. Но тем не менее, оторвался Сергей и Дима, поэтому может и не спешить. Срезает углы. Правильно. Благо разрешено. Ну что ж, давайте перейдем, наверное, последний раз на монитор отстающего Дмитрия. И скоро у нас будет финиш. Да. Сереж, ну ты лучший гонщик, доволен? Да. Дим, не растрел, что проиграл? Да, нет. В прошлый раз все-таки футбол выиграл, да? Ну и приятная минута. Призы от сети компьютерных магазинов «Сплавдатский рвек». И в частности от этого, вот здесь, на проспекте мира, победитель выбирает. Добро против зла берешь и милитаризм для Димы. Как и обычно, в нашей программе не только участники рубрики «Двое призы» получают, но и телезрители. Давайте вспоминать, какой вопрос мы задавали в прошлой программе, да какие компакты разыгрывали. А в прошлой программе мы вот эту парочку компактов разыграли и спрашивали, как же называется вот эта синяя коробочка у спутниковой антенны. А вот и десятка внимательных телезрителей, давших правильный ответ – конвертер. А вот и интрига. В десятке есть и Дмитрий, участник рубрики «Двое». Но он проиграл, а помогает, как и обычно, победитель. Достанет ли Сергей имя друга? А не получилось. А Романа ждут призы у нас на «Баяна-8». Благодаря компании «Сплав 21 век» и сегодня у нас подарки будут вот эти две игрушки, 3D-шутеры. Одноклассика, крутой Сэм и новинка Крит. Новинку, как обычно, сейчас в рубрике «Игры» посмотрим. Как выиграть? Доответить на наш вопрос. Ну, а чтобы доответить на наш вопрос, нужно повнимательнее посмотреть наш сюжет. И в этом году, как и обычно, в декабре прошла ярмарка-выставка «Производство торговли сотрудничества». Девизом выставки стал лозунг «Все для бизнеса». Ну что же, посмотрим, что там для бизнеса предлагают. Конечно, нас, как прокомпьютерную программу, прежде всего интересовали околокомпьютерные технологии. И здесь, вне конкуренции, оказался стенд компании «Сплав 21 век». Собственно, именно он и занял первое место по итогам выставки. Вот на нем и остановимся. «Сплав 21 век» третий раз участвует в выставке. Девиз нашей выставки – «Все для работы и развлечения». В виде новинок мы представляем цифровые экраны, цифровые проекторы, а также мультимедийную акустику, домашние кинотеатры. Эти вещи можно использовать как дома, создав дома хороший мультимедийный домашний кинотеатр, так и в офисе, работать с проектором, запуск презентаций. Итак, рассмотрим подробнее, что же интересного было на стенде у лидера новгородского компьютерного рынка. Конечно, бросался в глаза этот огромный экран. Почему-то многие думали, что это телевизор. Однако, эту картинку обеспечивал вот этот проектор. От компании «Панасоник». Смотрите сами. Воспроизводит качественное изображение на любой поверхности. Годится как для дома, так и для офиса, если речь заходит о проведении презентаций. На стенде «Сплав 21 век» можно было увидеть много техники для создания домашнего кинотеатра, в том числе и новинку от «Гениус». На российском рынке появится в январе 2004-го. В «Сплаве» же ее можно приобрести уже сейчас. Надо учитывать, что выставка проходила в преддверии Нового года. Поэтому было, что выбрать в качестве новогоднего подарка. Особенно для детей. Тут и игрушки, и новогодние костюмы. Собственно, все это можно найти в канцелярском магазине «Сплав 21 век». А как вам такая ключница? Ну, вроде натюрморт, а внутри ключики хранятся. Вот еще одна новая услуга. Притом, ей можно было воспользоваться прямо на выставке. Изображение на кружке. Любое. В том числе и фотография. С любой надписью. Конечно, нас интересовали новинки высоких технологий. Было на что посмотреть. Отличный выбор цифровых фотоаппаратов, MP3-плееров. Но, пожалуй, в центре внимания может сказать гвоздь программы вот этот робот. Всемирно известная собака Эйбо от компании Sony. Ну что же, познакомимся с нашим ближайшим будущим. Ну, не надо быть всевидящим, чтобы предсказать, что и на бытовом уровне роботы станут частью жизни человека. Итак, первый, ставший уже популярным, искусственный пес Эйбо. Кто он и что умеет? А вот смотрите сами. По большому счету, это новая стадия развития покемонов. Вот вам его эволюция. То есть, хозяин его, как и живого пса, должен воспитывать и развивать. А вот в конечном итоге, список команд, которые Эйбо будет уметь понимать. Правда, русский язык пес не понимает. Выбираем из английского, японского, французского или немецкого. Ну, конечно, английский. Тут и стандартные собачьи команды, ну, такие как Shake Hand, то есть, дай лапу, Let's Play, то есть, играй, ну, или, например, Голос, так и вполне Человечье. Например, Эйбо отвечает, сколько ему лет танцует. Проверим на некоторые команды. Конечно, сначала стандартные. Идти вперед, назад, сидеть, ну, и классическое, дай лапу. Ну, вот, дает. Ну, а что же у Эйбо внутри? Конечно, разбирать его не будем. Надеюсь, поверите на слово. Итак, центральный риск процессор на 200 МГц. Данные хранятся на 8-мегабайтном мемористик. Помимо прочего, Эйбо слышит два микрофона. Разумеется, это уши. Более того, пес обладает цветным зрением, то есть, встроенная видеокамера. Смотрите, как Эйбо следит за мячиком. И радуется, как настоящий пес, когда ему предлагают с мячом поиграть. Более того, Эйбо чувствует сенсорные датчики на голове, спине, хвосте, в лапах. То есть, искусственного пса можно гладить, и ему будет приятно. Хотя, приятно или нет, это еще посмотреть надо. Настроение у собаки видно по глазам. Если красный, то злится. Зеленый доволен. А вот так Эйбо танцует. Своеобразно, конечно. Я думаю, многим захочется заиметь такого песика. Вот только стоит учесть, что робот, напичканный сенсорами, цветной видеокамерой и микрофонами, дешевым быть не может. Но, тем не менее, в преддверии нового года Эйбо это просто отличный подарок. Особенно для тех, кто по каким-либо причинам не может иметь живую собаку. Ну, а мы вам напоминаем адреса магазинов сети Сплав 21 век, где Эйбо можно приобрести. Вот по этому сюжету я задаю вопрос в конце программы. Опять-таки, желаю дозвониться тем, у кого это еще ни разу не получалось. Ну, продолжает программу рубрика «Игры». Рубрику «Игры» открываем, как и обычно. С просмотра подарков. Точнее, подарка. Крутого Сэма нет смысла еще раз смотреть. А вот Крит посмотреть стоит. Новинка. Тем более, по мере разработки игрушки, некоторая проигровая пресса наводила шумиху. Мол, крутейшая игра. Прям смерть Думу 3. Ну что ж, не особо удивился, увидев эту прессу на обложке с компактом. Ну да посмотрим, насколько этот Крит крут. Кстати, автор игрового движка – демомейкер. Смотришь вступительный ролик, а прям дема какая-то. Притом, отнюдь не крутейшая. Более того, мультик этот вступительный оборвать не получается. Так что в случае переигрывания, смотреть его целиком придется каждый раз. Ну да нам игру еще посмотреть надо, поэтому оборвем мультик телевизионным способом. Тем более, что озвучка персонажа никудышная. Неужто актеров получше не подобрать было? Итак, играем. Ну, насчет сравнения с Дум 3, это явно шутка. Даже демо Дума на порядок круче. Ну да ладно, сравнивать не будем. Да и че сравнивать игру от мастеров своего дела? ID Soft. И первую серьезную работу игростроителей из Воронежа. В общем-то и неплохо для демомейкеров. Даже отлично. Но вот обычному геймеру как бы до лампочки. Кто игру там сделал? Нам подавай геймплей покруче, да графику получше. А поэтому на фоне выходящих игр, Крид шедевром не смотрится. Более того, ну чем он лучше, скажем, того же Сэма трехлетней давности? Да ничем. А вот по геймплею явно уступает. А еще к товарищам демомейкерам и авторам Крида, вот такая претензия. Глючит игра ваша. Частенько глючит. Но тем не менее. Новинка, притом ожидаема, Поэтому ознакомиться с ней стоит. И побороться в нашем телефонном конкурсе есть за что. На витринах магазинов «Сплав 21 век» мы заметили немало новинок. Притом действительно стоячих игр. Более того, можно смело сказать шедевров. И опять-таки отметим, что компакт-диски все лицензионные, а не пиратские подделки с убогим переводом. Итак, наконец-то появилась в продаже долгожданное продолжение Warcraft 3. Ледяной трон. Нет, конечно, сам Адон вышел еще летом. Но правда, только в DVD-бокс-варианте. Ну, сами понимаете, покупать игрушку по цене в 600 рублей осмелились только преданные фанаты Blizzard. Кто-то прикупил пиратскую подделку. Ну, а мы, например, дождались появления и стандартной, так сказать, в JL-упаковке. Ну, а кто успел поиграться в пиратский вариант, советуем приобрести и сравнить. Ледяной трон – это еще одна игрушка с действительно качественным переводом. Лицензия, которая по всем параметрам лучше любой пиратской копии. Ну, а как сама-то игра? Ну, говорить про Warcraft 3 нет смысла. Играть надо. Шедевр реал-таймовой стратегии по всем статьям и параметрам. И сюжет, и геймплей – все на высшем уровне. Притом, сюжет, благодаря качественной русификации, понятен и без познания английского языка. Пожалуй, стоит похвалить дизайн уровней. Он стал еще красивее. Хотя, конечно, полигонов на юнитах по-прежнему маловато. Поэтому краши они не стали. Ну да ладно, в любом случае, как говорится, must have. Ну, для тех, кто не понял, то поиграть в это надо обязательно. При условии, что реал-тайм стратегии по душе. Хотя, лично мои симпатии к этому жанру начались именно после знакомства с Warcraft. Продолжим отсматривать новинки с витрины магазинов «Сплав 21 век». И опять игра, про которую особо и говорить нечего. Как и в предыдущем случае, продолжение еще одного шедевра. Итак, «Командос», часть 3. Помнится, когда вышла первая часть, подумалось, неужто продолжение той знаменитой стрелялки? Я думаю, аркаду «Командо» образца 1985 года помнят только старые геймеры. Кто не понаслышке знает, что такое ZX Spectrum. Да, были годы боевые. Однако «Командос» к «Команда» не имел никакого отношения. Но, тем не менее, у почитателей стратегий и воргеймов снискал наивысшую популярность. И вот вам, пожалуйста, третья часть. Опять Вторая Мировая, опять герои в строю, ну правда другие. Притом непонятно, что среди героев делает вор. Как говорил Глеб Жеглов, вор должен сидеть в тюрьме. Но, видно, это дань моде. Ведь в куче игр, особенно стратегии RPG в роли героя вор. А потом удивляется, почему воруют. Ну да ладно. Как и в предыдущем случае, говорить много про «Командос» не буду. Это игра, в которую надо играть и наслаждаться. Для тех, кто не умеет играть, специально есть обучение. Опять-таки, замечу. В отличие от Уоркрафта, лицензионная копия достойна критики. Ну как это понимать? На коробке надпись «Игра полностью переведена на русский язык». Обман. Только текст, а вся голосовая озвучка на английском. Хотя чего там, только самые наивные верят надписям на коробке. Написанных, как правило, этаким дебильноватым языком. Ну, типа «Ты должен освободить...» Да ничего я не должен. В любом случае, не пропустите. Оторвемся от игры на сайт нашего интернет-провайдера. Новгородейтаком. Ну и просто отличная акция Дейтакома. Весь декабрь снижена цена на подключение к выделенке. Обычно это 150 баксов, но в последнем месяце года 85. А это список домов, которые дейтакомовцы готовы подключить. Ну и обратите внимание на график работы. Например, 31 декабря – выходной. Напоминаем адрес офиса. Улица Михайлова, 20. Но в Градейтаком – это различный интернет для всех. Третья часть рубрики игры, как и обычно, рассуждалки. И просмотр видеороликов без остановки. Если на протяжении всех последних программ у нас в центре внимания были всевозможные 3D-шутеры, то сегодня их не будет, несмотря даже на то, что самому известному 3D-шутеру исполнилось 10 лет. Я имею в виду, конечно же, Doom. Кстати, видимо, к этой дате IDSoft решила сделать подарок. С их сайта можно скачать и Doom, и Quake, и другие игрушки. Правда, оценила IDSoft свои былые шедевры дорого – в 25 баксов. Интересно, а это ж кто ж качать-то будет? Ну да ладно, оставим временно жанр 3D-экшен в покое, а посмотрим на ролики игрушек, сделанные по известным фильмам и мультфильмам. Начали с коротенького ролика про Конана. Помните, здоровяка такого? Владельцы консолей встречайте. Красивая аркада вроде бы получается. Почему-то с Зеной аналогия возникла. А теперь мультяшные герои. Ну а какой, если не самый, то один из самых прикольных мультиков? Ну, конечно, Симпсоны. Вот правда, игры по мотивам этого мультика выходили на всевозможные консоли и пролетали мимо PC. Но вот авторы данной игрушки сжалились над юзерами PC. Ролик, в принципе, дает только представление о графике. Ну что, похожие впрямь Симпсоны. Все в сборе, и старшие, и младшие. Ну а смысл? Да можно выразить таким образом. Grand, Tief, Auto. Популярность этой игрушки, конечно, вызывает подражание. Ну, если делать просто клон, то можно и прогореть. А если в помощники призывать известную семью, то можно и подзаработать. Да. Называется игрушка, как The Simpsons Hit and Run. И выходит на все более или менее популярные платформы, в том числе и на первую PlayStation. И вот в тему скандальчик, который Sega затеяла. Electronic Arts выпустила еще в 2001 году игрушку Simpsons Road Rage. А Sega теперь обвиняет ее в плагиате, мол, игра полностью копирует их игрушку Crazy Taxi. А посему Simpsons Road Rage запретить и ущерб возместить. Как этот скандал связан с этой игрушкой? Да как подадут в суд теперь создатели GTA? Кстати, раз речь зашла о игрушках типа Grand Theft Auto, то поговорим мы сейчас о возможных проблемах, которые могут возникнуть у подобных игр. Да, а перед нами нарезка с игрового процесса Принцов Персия. Итак, замолвим слово о жестокости в компьютерных играх. Такая страна, как Америка, точнее ее правозащитные организации запаниковали. Мол, жестокие игры дурно влияют на юных геймеров. Понятно, что торговцы компьютерными играми, сознавая опасность для их бизнеса, приняли контрмеры. В результате, с нового года жестокие игры, которые помечаются буковкой М, теперь будут продаваться только лицам, достигших 17 лет. Более того, для подтверждения своего возраста она будет предъявить документ. Во как! Ну, это в Америке. Хорошо это или плохо, но во всяком случае, ничего плохого в этом нет. Все-таки маленьким детям в такие игры, как Postal, действительно лучше не играть. Ну, а сейчас посмотрим вот на этот рисунок и отвечая на вопрос к рубрике «Двое». Ну, конечно, это проект карманной консоли от Sony. PSP. Сейчас пару слов мы про нее замолвим, а пока про следующий ролик. Это нарезка голевых и прочих красивых моментов с игрушки про Evolution Soxer 3. Фанаты футбольных игр знают, какие красивые моменты, ну, прям реальные возникают в процессе игры. Ну вот, оцените. А напоследок еще про наш вопрос, про новую карманную приставку от Sony. Почему-то вопросик наш вызвал трудности. Кто-то решил, что это NGH от Nokia, кто-то предположил, что это новый проект от Nintendo. Ну что же, тех, кто ответил правильно, в ближайшее время мы увидим в рубрике «Двое». А точнее, уже начали видеть прям с этой программы. А Sony тем временем решила, что PSP будет не только приставкой, но еще и телефоном. Камушек в огород NGH. Вот только Sony полезно помнить, что не шибко продается гибрид от Nokia. Как бы не наступить на те же грабли. С PSX они, похоже, уже пролетели. Начало конца, вот здесь точку, и поставлю. Ну, хотели мы завершить приключение Max Payne в этом году. Однако не получается. И продолжаем. Дальнейшее приключение нод. Вот, минус с лазерными датчиками. Ну что же, расправимся выстрелом. Ну, немножко вспомним, что же было в прошлый раз. А на глазах Max Payne некие люди расправились с членами малого круга. Ну вот. Сейчас мы попробуем выяснить, что же было на самом деле. Идем по этому зданию, точнее по подвалу. Ну вот, тоже охраняется. Ну вот, меткие выстрелы Max'а поражают любую цель. А нет, прозевали одного. Посмотрите, как ранили. Фактически на половину энергии отобрана. Зевать нельзя. Подлечимся, здоровье есть. Хотя вот, обратите внимание, всего одно. Ну, я думаю, сейчас где-нибудь найдем. А вот красный луч лазерного прицела. Готов. Откроем дверьцу. Ну вот, сбоку, как раз, то, что нам нужно, здоровье. Ну, сейчас мы посмотрим, что там осталось от малого круга. Расправимся только с очередным врагом. Даже не один, а двое. Ну, а теперь можно и посмотреть. Внезапно труп Уодана ожил и самодовольно оглядел своих мертвых товарищей. В стране слепых и кривой король. Я не знаю, как ему это удалось. Но это был блестящий способ забрать назад все обещания. Большая часть того, что он говорил, слишком походила на правду, чтобы быть пустой болтовней. Ну вот как. Так, оказалось, что глава малого круга попросту подставил своих товарищей. Ну, продолжаем наши приключения. Я думаю, может быть, мы еще с ним и встретимся. С Уоданом. Ну, куда пойдем? Выход надпись. И тут же охранники поднимают тревогу. Посмотрите, летит бутылка с зажигательной смесью. Лучше, конечно, прыгнуть. Но все равно нас ранили. Но зато спаслись от огня. Еще один охранник. Вот осколочки, посмотрите, падают. От мраморной колонны. Что-то там по радио передают. Давайте послушаем. А что вы ответите тем, кто утверждает, что Макс сделает то, чем давно следовало заняться полицией? Эта идиотская виндетта, на мой взгляд, зашла слишком далеко. Он вышел из-под контроля. Его надо остановить, и мы его остановим. Это был старший инспектор Джим Бравула. Ну что ж, как мы видим, полиция против Макса. А вот журналисты Максу вовсю сочувствуют. Считая, что Макс сделает работу полиции. Ну, оно и то верно. Никого. Ну, что будет дальше? Мы уже узнаем из следующей программы. Подходит к концу нашей передачи. Остался наш конкурс от компании «Сплав 21 век». Вот эту парочку компактов сегодня разыграем. Между первыми, 10 до 2, не 66. Ну, а сейчас, внимание, вопрос. Вспоминаем сюжет. Львиная его часть была посвящена роботу-собаке Эйба. Но вопрос такой. В какой же стране родилась Эйба? То есть, в какой стране ее создали? Может быть, в США? А может быть, в Корее? А может быть, в Японии? А может быть, это достижение наших ученых? Ну, что же, дозванивайтесь по этому телефону. Еще раз напоминаю, только в среду, только в течение 10 минут и только после полного окончания программы. Ну, что же, звоните, пишите адреса. В титрах смотрите. До следующих встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!